Хей, ребята, всем привет, с вами Диана и я решила снять влог о своей поездке в Москву на соревнования. Надеюсь, вам будет интересно узнать немного больше о моем виде спорта. Так что устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра! Паша! Ты что, онлайн-домослящая? Нет! Как у вас на тот уровень? Сейчас мы идем на метро, чтобы добраться до водного стадиона. Это та станция, на которой мы будем жить. В Москве часто встречается супермаркет АТАКС. В каждом дворе располагается крутая детская площадка. Практически на каждом углу находится продуктовый магазин Тикси. Вот мы приехали с поезда прибыли домой. И сегодняшний день это будет день как бы отдыха перед соревнованиями. И завтра вы уйдете меня в новом виде. Всем доброе утро! Сейчас 4 часа утра и мы готовимся к соревнованиям. Мне мама делает прическу и макияж. В нашем виде спорта очень много правил. Также есть правило для прически. Голова должна плестеть и не должно торчать ни единой волосинки. Также в каждой категории есть свои запреты. Например, в Ю1 нельзя клеить стразы и нельзя краситься. Тебя могут снять с соревнований. В Юниорах 2 обязательно нужно краситься и клеить стразы. Также в Юниорах 2, особенно на латиноамериканскую программу, тебя нам поможут штуки, которые делают твою кожу темной. Приступаем к макияжу. Мы закончили наше приготовление к соревнованиям. И сейчас на такси едем в Крокус Сити Холл, где и будут проходить наши соревнования. Сейчас 6 часов утра. На улице очень темно. Итак, вот мы вошли внутрь Крокус Сити Холл. Это первый этаж. Сейчас направляемся в раздевалку, потому что наверх-вверх ни одежды не пускают. Итак, вот мы поднялись наверх, где будут проходить наши соревнования. Справа стол, где ты получаешь билет. Слева стол регистрации, где ты получаешь номер своей пары. Сейчас мы подходим к раздевалкам. Мы вошли внутрь нашего зала. Вот раздевалка. Она нам попалась совсем пустая. Здесь нет ни единого человека, кроме нас. Но его нет пока что. Пока еще только раннее утро, и мало кто пришел. В этом зале мы не первый раз. В Крокус Сити Холл, вообще в Москву, мы ездим практически каждый месяц. Здесь вы видите магазины, где продают всякую обувь и так далее. А там делают прически. Вот мы получили номер нашей пары. Первый на латину, второй на стандарт. Итак, сейчас давайте пройдемся, и я вам покажу зал, где у нас будут проходить соревнования. Сейчас мы идем по коридору, где находятся раздевалки. Справа от нас находятся стилисты. Они делают те же самые прически, только заплатно. Там тоже стилисты. Сейчас мы подходим к первой площадке, где у нас будут проходить соревнования. Также нам предлагают воспользоваться услугами видеосъемки во время того, когда ты будешь выступать. Здесь на телевизоре и слева на белом стенде будут вывешивать результаты. Кто куда прошел, прошел ли ты в следующий тур, и после кого ты будешь выступать. На этой площадке, скорее всего, у нас будут проходить соревнования. На площадке левее, скорее всего, будут награждения. Там находятся трибуны, они окружают обе площадки. Мы свернули в коридор, и сейчас дойдем до следующей площадки. Здесь слева находятся разные счетные комиссии и администрации. Также здесь находится медпункт. И здесь же танцоры могут раздвинуться и отдыхать. Здесь находится основная площадка, на которой будут награждать победителей и проходить более важные соревнования, тоже по нашему виду спорта. Только просто туры будут более важные. Там слева стоит такая офигенная фигня. Я сейчас поднимусь на трибуну и покажу вам сверху. Поднимусь. Покажу вам. Вот такая красота. Красота. Синенькая какая-то. Вот. Также здесь есть столы белые, они типа для вип-персон платные. А сейчас я вам покажу место, где мы разминались в прошлом году. Слева за зеленой шермочкой находится площадка для большого тенниса. Мы, конечно, в него не можем играть, но тем не менее. Также здесь мы разминались. Но поскольку тут в этом году поставили трибуны, разминаться не получится. На самом деле, раньше здесь трибуны этих не было. Слева находится площадка, и здесь можно разминаться. Здесь разминались люди еще в прошлом году, но мы там не разминались, потому что мы не могли никак туда попасть и не знали, как туда войти. А здесь у меня в плакате такой качок. А также здесь поставили еще дополнительную, так скажем, площадку, на которой, наверное, можно будет разминаться в этом году. Правда, ее завалили стулом, но это нам не помешает. На которые выходят фотографии, когда во время танца тебя фотографируют фотографы, а ты подходишь, можешь смотреть эти фотографии и покупать. Вот. Все это два часа вместе с головой. Еще при этом меня накрасили в нигера, вы видите наверху, да? Мальчикам тоже делают специальные прически, только они выглядят не так зализанно. И так в турнирную часу. На стандарт партнеры одеты во фраг. И сзади на спину крепится номер, как на стандарт, так и на лати. Пройдет. Вот он в фраге. Став мы оттанцевали, заняли четвертое место. Сейчас у нас большой перерыв, поэтому пойдем переоденеться, пойдем в шутки. А потом черт в времени, часов в пять, у нас будет латиноамериканская программа. Так вот, мы поели и идем отдыхать в ту часть зала. Мы вышли из самого зала, где мы танцевали, чтобы пойти отдохнуть от музыки и посидеть, сделать прямую трансляцию в инстаграм. Кстати, кто еще не подписан на мой инстаграм, подписывайтесь, ссылочка в описании под видео. Вот. Вот так вот и живем. Вот мы переоделись даже. Сейчас я вам показываю вид из окна на третьем этаже, там, где мы отдыхаем. И у нас начинается программа латиноамериканская соревнования. Вышли из метро, идем домой. И победителем сегодняшних соревнований категории и юнеры 1, и с юнеры 2, в 2, стала пара по номерам 55. Тарелкин, Родион, Тарелкина, Диана, константин спортивный клуб «Пестор», тренеры Наталья Тарелкина, Владимир Шеломенский, город Павкоград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот и закончились наши соревнования в Москве. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на мой канал и также на мою группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. На этом все. С вами была Диана. Пока!